Я перешел в красную черту жизни, как говорят на родине. Мне исполнилось 80 лет. Радует, что родился именно в праздник Покрова. Может быть, это что-нибудь значит. Я в душе верю, например. Как иначе объяснить те удачные спасения, которые неоднократно случались в жизни? Когда прочитывал рукописи из книги своей жизни, готовясь к сегодняшней встрече, не спал ночами. Так богатые воспоминания, обидно что-то одно выбирать, но приходится. Поэтому коснусь только начала жизни. Когда родила меня мама, не помню. 14 октября, 22 часа по московскому времени. Из ее слов. Поэтому коснусь только начала жизни. Первая память – это разрывы бомб первого налета фашистов на мост в 50-70 метрах, от которого стояло наше двухэтажное общежитие. Немцы промазали мимо моста, но попали в общежитие. И только в нашу квартиру. Первое чудесное мое спасение. Каким-то чудом мама перед попаданием успела схватить меня на руки и, выскочив во двор, спрятала за стену сарая. Из-за стены я видел, как из ниоткуда вырастали высокие черные кусты. Это были взрывы бомб. Дальше память еще совсем ребенка выхватывает только фрагменты перехода по лесам и болотам с партизанами к Москве. И тоже небессмертельных встреч то с дегертирами, то с финскими разведчиками. Остались в памяти какие-то белые люди, как в тумане. Это проходили мимо финские лыжники, которые, к счастью, нас пощадили. В Клину под Москвой, не дойдя всего 80 километров, оказались в Клину. Откуда и родилась знакомая корочка, если кто слышал. Вскоре погнали незваных друзей, и мы с нашими солдатами вернулись на родину всего-то 500 километров от Москвы. То, что увидели и испытали, трудно передать, но я все помню по подробности. В боях было уничтожено все. Наш белоснежный районный городок на Смоленщине исчез с лица земли. Поля покрыты минами. Только постовы сгоревшей техники властвовали. Скот пасти нельзя, сразу погибали. И только одну полянку успели разминировать наступающие саперы. Там и паслись наши кормилицы под присмотром нанятых пастухов. На ночь по очереди, которых принимали люди. Помню землянки, в которых мы жили, прежде чем построили дом. В школу 3-4 классники ходили за 4 километра по бездорожью в любую погоду. Вставали в жуткие морозы, одевали большие родительские валенки. И по согробам по пояс прорвались в засыпанном поля. Нужно было попасть в 9. Вставали рано, только яркие звезды до луна освещали путь. Хуже было, когда все таяло. Ведь вместо сапог те же войлочные большущие валенки, только с калошами, вот и тащили и себя, и этот промокший груз 8 километров каждый день. Но ничего, учились. А после того, как домашнее задание выполнено, брались за книги. Жажда чтения была необъяснимая. Ведь нужно было помогать и Сусанину, и Моресиу, и морякам, и летчикам. Еще война шла где-то далеко. Читали до темноты, пока можно было различать буквы. Теросин ведь дефицитный. Лампы экономные. Трудные послевоенные годы вспоминаешь, и не верится, что это было не в кино. Все пройдено и испытано на собственной шкуре. Родина требовала мобилизации всех сил, даже детских. Уборки на полях без техники женщины и дети. Нас щадили, конечно, но и поблажки не давали. Нашими черноземья засеяно льном, этим ценным сырьем для одежды. Позже и убирали сено, и выкакывали картофель, но уборка льна – это каторга. Однажды осенью мне, третий класс, класснику пришлось прочувствовать эту прелесть. Погрузили в открытый кузов грузовика и повезли за 20 километров по дороге всю изрытую выбоинкой. Да еще пошел дождик, а одежонка легла. Привезли под вечер в заброшенную деревеньку, сплошь окруженную лесом и болотами. В домиках только старушки и пара-тройка мужиков. Разместили в старой избушке из одной комнатки. Мокрую одежду развесили вокруг русской печи, накормили горячими кислыми щами без мяса и завалились спать на полу в стеленом салопе. Подняли рано, бригадир не хотел терять время, ведь нас на две недели только привезли. И когда он подвел нас к фронту работы, настроение скисло даже у Говоруновых. Наверное, впервые встретился с понятием горизонта. Конца заросшего льном и травой поля не было видно. Поставили в цепь с расчетом, что охватим всю ширину поля. Умри, но ширину своего участка должен вырвать и связать снопы. Всю жизнь я не чурался физической работой, но тот адский труд на льняном поле стоит перед глазами до сих пор. Бригадир обещал к обеду зарезать барашка, он имел ведущество, и он трудился. Конечно, его не было, но мясо досталось на один обед. Ну да ладно, ведь варили-то с бабушкой, с дедом. К обеду руки горели огнем, работали без рукавицы. Так как поле засеено льном там, где убрали как следует траву, а это очень больно. Воровать еще и сорняк. На отдых 15-20 минут. На краю поля стояла с герда соломы. Начали рыть норы, чтобы прилечь в тепле. А так как расплодились мыши, собирая зерна, подтянулись с болот и гадюки. Еды ведь полно. Вот роешь себе гнездо поглубже, и вдруг шипение со свистом где-то рядом, мол, здесь занято. Ко всем неудобствам прибавилось изобилие гадюк. Ведь деревенька на три горки посреди пыльная дорога, а прямо за огородами вплотную болото и леса на многие километры. Мы спрашивали, как вы живете в таком аду. А старушка отвечала, что они как одна семья. Змеи даже под крыльцом живут. А перед ночью выползают на дорогу, чтобы повереться в теплые пыли перед ночной охотой. Им нужна энергия, ведь кровь-то холодная. Вот эти две недели и ходили в темноте, как по минному полю. Туалет ведь на улице, а на дороге не знаешь, на что наступишь. Хватит о страхах. Сейчас о странной встрече. Один мужичок попросил помочь привезти дрова из леса на повозки. Погрузить, разгрузить. А так как лес рубить, кривато 5-10 годами тюрьмы, разрешали только брать в заболоченных местах. Короче, почти в воде. Поехали после работы, то есть в темноте. И вот вошли в такой темный, сырой и мрачный лес. Но что это? Вдруг все вокруг озарилось каким-то ярким, неестественным светом. Свет исходил отовсюду, из-под носа, всех сторон, почти что сверху. И все это в жуткой тишине. Мы встали, как копаны. Руки и ноги не двигались, как гипнози. Вот лежит что-то длинное и светлое. И далеко стоит тот же свет, ростом с человека. Мужик почувствовал, что работяги онемели, и объяснил, что этот участок леса давно умер, и деревья, упавшие или пни, сгнили до того, что превратились в живых микробов, излучающих свет. Много всяких чудес со светом встречал в куморских скитаниях, но ни полярное сияние, ни северные кровавые зори не запомнились настолько, как в детстве встреча с этим потусторонним миром. Этот свет ни передать, ни забыть нельзя. Да, пожалуй, и нарисовать его невозможно. Нет таких красных природ. Уважаемые слушатели, как я говорил раньше, это только маленький фрагмент моих воспоминаний, и даже он урезан до предела. На самом деле, вся душа заполнена воспоминаниями в моих рукописях и электронной книге детской памяти, посвящен самый большой раздел, и, поверьте, там много всего, что трогает душу. Ну, а в моих поздних годах я всегда читаю при каждой нашей встрече. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ